здравствуйте андрей андреич в чем смысл обретя в одной жизни высокий духовный уровень следующий родиться в неблагополучной семье с тяжелыми условиями либо родиться ребенком инвалидом рождаясь в семье алкоголика наркомана человек не всегда задумывается о своем предназначении тем более о возвышении своего духовного уровня почему нельзя сохраняя высокий уровень прошлой жизни совершенствовать его дальше рождаясь хорошей благополучной семье это связано с тем что обычно человек устроен по принципу иня и я не и я на дело в том что об этом говорил еще в свое время лао цзы и придумал некую систему дао которая объясняет все циклы происходящие на земле к чему я это говорю когда допустим в семье очень плохо вот смотрите все начинают ругаться все злятся друг на друга и так далее почему они злятся потому что у них жизнь хорошая сладкая потому что им не надо у них нет никаких неприятностей то есть там много денег в семью с мужчиной и женщиной мужчина начинает смотреть на других женщин женщина начинает там искать возможности там изуродовать себя чем но там я не знаю там губы делать большие там делать и не знаю пластика сейчас есть или там наоборот худеет то есть это нормальный процесс богатства то есть люди становятся немножечко извращенцами когда они становятся все богаче и богаче плохо друг другу относятся кто-то вмешивается в семью им завидуют а потом это как бы бездуховный рост и потом у человека или в такой семье случается какая-нибудь неприятность там забирают деньги или там происходит какое-нибудь событие не очень хорошая судебное событие кто-то кого-то задавил на машине в этот момент вся семья становится прямо сплоченной друг за друга сразу же друг друга любят сразу же друг друга готовы поддержать или у кого-то заболевание появилось сразу же начинают друг друга поддерживать и тут такой вопрос что вам мешало это делать до заболевания до драмы что мешало быть вот такими близкими друг для друга и это такая особенность если человеку делать хорошую или давать хорошую жизнь он деградирует от хорошие жизни а если плохую он еще более духовно начинает создавать себя настоящий бриллиант его нельзя мягкостью отшлифовать нельзя тереть об мягкое полотенце какое-нибудь и сделать из бриллианта что-нибудь бриллиант необходимо гранить только об очень твердый предмет который называется алмазным диском ну и конечно же это долгий процесс естественно человеку для того чтобы он достиг высших духовных состояний ему необходимо вот такая гранка и в каждой жизни если человек духовно растет в каждой жизни эта гранка будет все ярче и ярче вот так но особенность такого человека заключается в его в его тотальном везении с самого рождения то есть будучи человеком высокодуховный в этой жизни даже родившись в семье плохой вы все равно будете находить возможности духовного роста у вас будет тяга вы будете с самого рождения более добрым более везучим почему прошлые жизни создадут для вас быстрый выход глав и будут конечно нюансы но в большинстве своем это врожденные качества не дадут человека подвергнуться насилию подвергнуться деградации такой человек несмотря ни на что имеет ярко выраженную уже врожденную духовную силу духовное спокойствие благородство и милосердие высокий духовный как я называю его статус